Итак, у нас с вами есть... Я думал 60 тысяч, но нет, у нас с вами есть... Девять... Что ты делаешь? Уже 97 тысяч алмазов? Только что 91 было? Ты что творишь? 103 тысячи, что? Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. На связи отец Евгений. С этого быть никак не может. Да, да, кто-то сейчас удивляется, типа, а с херали ты здесь делаешь? Ты же, блин, ушёл из игры. Хуёло. Одиноко. Без тебя. А я, короче, просто всех взял и... Наебал. А если без прикола, извините, пожалуйста, все те, кто не выкупил ровку. Конечно же, я никуда не ушёл, ребят. И вот он, новенький, очешуенный видеоролик по Free Fire. Добро пожаловать. Первый выпуск новенькой рубрики на моём канале. И я очень надеюсь, что этот выпуск не будет первым и последним. Рубрику эту я назвал Битва Аков. Здесь я буду делать обзоры самых крутых аккаунтов в игре и сравнивать их с друг с другом. И параллельно с этим мы будем пытаться их прокачивать. Сегодня у нас обзор и сравнение двух легендарных аккаунтов. Топового донатера многих стримеров по Free Fire, злой донатер. И любимый стример сына подруги твоей мамы, отец Евген. Отец Евген, это я вот, если чё. Прожимайте пальчики вверх за топовый контент и погнали смотреть. И так, друзья, прямо сейчас мы находимся на аккаунте злого донатера, который на минуточку стоит больше 500 тысяч рублей. Как вы можете видеть, на его аккаунте прямо сейчас по счастливой случайности лежит 61 тысяча алмазов. И да, друзья, я могу эти алмазики потратить на всё, что я захочу. Три в одном. У нас не только обзор топового аккаунта, но ещё и сравнение и ещё прокачка. Так, ну чё, давайте начинать. Так, подожди, я не понял, а чё у тебя с никнеймом? Что? Ушёл с ФФ? Что? У тебя аккаунт стоит полляма и ты уходишь с ФФ? У тебя 61 тысяча на аккаунте, ты уходишь с ФФ? Кэштег злой донатер вернись в ФФ. Спамьте в комментах. На сегодняшний день на его аккаунте 26 элитных пропусков. Но у Евгена пропусков гораздо больше. Одну очко в мою копилу. На сегодняшний день злой донатер находится на 15 месте по количеству медалей на СНГ регионе. Что? Его обгоняет жабка? Что? Так, это вообще ненормально. Рекламная пауза. Секунду. Раз. Два. A few moments later. На сегодняшний день злой донатер находится на 14 месте по количеству медалей на СНГ регионе. И он обгоняет даже самого жабку. Ха-ха-ха. Красавчик, братан. У отца Евгена, конечно, количества медалей значительно меньше. Поэтому здесь, несомненно, одно очко уходит злому донатеру. Пользуясь случаем, на первом месте по количеству медалей находится Терзастер. 10 тысяч медалей. Ребят, по-братски, после просмотра данного видеоролика идите к Терзастеру и проспамьте ему в комментах. Дай аккаунт Евгену на обзор. Я очень хочу посмотреть на аккаунт человека, у которого 10 207 медалей. Ну нахер. Отец. Итак, идем подробненько смотреть аккаунт злого донатера. Идем сначала, вдумаю в окошечко персонаж и посмотрим, какие персонажи у него имеются. Так, ну у него есть, я так смотрю, абсолютно все персонажи. И все персонажи просто максимально вкачаны. Все до шестого левела и у всех по три способности. К сожалению, на моем аккаунте персонажей меньше. И далеко не все они вкачаны до максимума. Эх, злой донатер, одно очко в твою копилку. Просто посмотрите, сколько вещей. Практически все, практически все в этой игре он себе забирает. Че это за кепка, откуда она вообще? Напишите в комментариях, откуда эта кепка, я реально не помню. Это откуда? Что это вообще? Откуда это? Так, все? Это все? Так, ну пользуясь случаем, у отца Евгена вещей гораздо больше. Окей. Это откуда оно? Что за сет? Почему у меня этого нет? А это... Оу! А это? А, это, кстати, из пропуска, если я не ошибаюсь. Как жаль, что в тот момент, когда он был, я забрасывал эту чертову игру. Вот этот вот шлем, шлем мастера. Я очень долго за ним охотился. И когда я набрал нужное количество медалей, 7000 медалей, это нужно было для него. Этот самый шлем убрали из обменника. Не получилось, не фортануло. Лох, это судьба. Просто максимальное количество вещей у человека есть. Вот этот сет я, кстати, не стал забирать. Маска, конечно, прикольная, но из-за одной маски тратить бабки на сет, ну, такое себе. По макияжу такой довольно стандартный набор. Мне кажется, большинство этих макияжей есть, ну, абсолютно у многих игроков. Давайте соберем ему чисто отцовский сет, который я буду сейчас собирать по себе. Мои очочи, моя причесочка. И давай макияжи какой-нибудь, брутальненький, вот такой вот. Ага, ага, ну вот эти все вещи я уже вижу, что они у меня на аккаунте тоже имеются. Ой, какая верхушечка. Ой-ой-ой, почему я это не забрал? Ой-ой-ой, это на Хэллоуин, по-моему, удавалось. Довольно внушительный наборик. Ой, как прикольно это выглядит. Я это тоже, кстати, не стал забирать. Самая старая какая у тебя, 13-й я вижу, 12-й у него сезон. Он, видимо, начал играть с 4-го, с 5-го примерно сезона. Для человека, который играет не с начала, с 5-го, там, 4-го сезона, это довольно топово. Вот, да, 5-й сезон у него, кофта с 5-го сезона, самая олдовская на этом аккаунте. Огромное количество вещей я вижу, которых на моем аккаунте нету, к сожалению. Я не знаю, по какой причине я их не забирал, но, видимо, мне просто не нравился сет общего целый. Не нравилось само событие, или у меня просто не было денег, и я забрасывал в игру. Я, честно, не помню. Ой-ой-ой, зацените, как это выглядит. Ну, просто секси-бой. Ну, не такой. Блин, вот эти вот, жалко, я не забрал. Босые ноги. Блин, кроссы-кроссы. Нам нужно подобрать кроссы вот к этому поповому сетику от отца Евгена. Довольно неплохо выглядит. Ой, вот такие вот топовые красненькие кроссовки. Но здесь красный, конечно, не к силу, не к месту. Прикольно. Давайте оставим эти кроссовки. Так, посмотрим, что у него еще есть. Но пока что... Да, да, да. Давайте оставим для нашего сета вот такие вот кроссики. Муа, найс просто. Просто, ну, фотомодель, ребят. Просто фотомодель. Чисто вот лицо, вот чисто верхушечка, это просто с меня скопировано. Вот просто я и он, это одно лицо. Оцените по 10-балльной шкале в комментариях. Как вам данный сетик? Окей, мы посмотрели самый склад. Давайте теперь сходим в коллекцию. И посмотрим на коллекцию его рюкзачков, досочек. Ой-яй-яй-яй-яй. Вот это, как же я хочу эту, блин, эмоцию. Отклинусь, как я ее хочу. Но мне, сука, жалко тратить столько алмазов на то, чтобы прокачать этот саный АК. Ай-яй-яй-яй-яй. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 63. Что, блядь? На моем аккаунте их гораздо меньше. Примерно в два раза. Такой вот у него транспорт, смотрите. Фибия, тук-тука, на тачку, на спорткары. Хорошие, такие прикольные скины. Вот этот, кстати, я не забрал. Пожалел бабок. Так, огромное количество скинов на байк, на монстр трак, на пикап. А рюкзаки? Ой-ой-ой, откуда этот рюкзак? Ё-моё, какой красивый, прикольный, необычный. Откуда эти рюкзаки? Господи, какой крутой. Это откуда? Почему у меня его нет? Ребята, откуда этот рюкзак? Напишите по-братски, откуда он? Я уже жалею, что зашел в рюкзаке, и у меня такого нет. Так, ну тут у меня все. Вот это вот, можно сказать, есть. Рюкзаков даже у меня, мне кажется, побольше будет. А, смотрим, какая у него коллекция лутбоксов. Вижу, которых у меня нету. А вот это или у меня есть? Я, честно, уже не помню. У меня столько тоже лутбоксов, что я не помню, какие из них у меня есть, каких у меня нету. По-моему, все эти лутбоксы у меня имеются. Итак, теперь мое самое любимое. Досочки. Я на каком-то из стримов говорил, что я очень сильно люблю коллекционировать доски в данной игре. Не знаю почему, но лично мне очень нравится коллекционировать доски здесь. Так, так, так. Так, ну, довольно, ну, все эти доски у меня тоже есть, мне кажется. Ребята, вот по десятибалльной шкале, насколько вы оцениваете данный аккаунт? Вот вы сейчас смотрите вещи. Как вам этот аккаунт? Достойный или нет? Топовая коллекция парашютов. О-о-о, какой топовый огненный дракон. Давайте наденем его. Напишите в комментариях, есть ли у вас эти фоны. Какого из этих фонов у вас нет и какой бы вы хотели очень забрать, но у вас его нету. Здесь я вижу очень много олдовских фонов. Реально прикольных олдовских фонов, которых у многих игроков на сегодняшний день нету. И никогда уже не будет, потому что это максимальный такой эксклюзив. После записи данного видеоролика я сравнил с донатером нашей коллекции. И по ее результатам выяснилось, что на моем аккаунте вещей в коллекции гораздо больше. Одно очко в мою копилку. У меня на моем аккаунте есть абсолютно все питомцы, за исключением вот этого. Вот этого вот у меня питомца нет, а у него он имеется и вкачан на максимальное количество урона. Так, здесь у него смотрим тоже... А почему ты их не называешь, братан? Почему ты их никого не назвал? Так, ну у него тоже все питомцы имеются. Ага, у него нет вот этой копейки. Все остальные питомцы у него есть, и они абсолютно все вкачаны до седьмого уэво. Так же, как и у меня. У нас здесь с ним типа поровну, по одному очку в нашу битву. Теперь, друзья, отправляемся в самое интересное. Оружие. Сначала эволюция. Какие эволюции у тебя есть? И насколько они прокачаны? Честно, плакать хочется. Он прокачал просто все на максимум. Чтобы вы понимали, один саный АК нужно потратить 15 тысяч алмазов, чтобы его прокачать. У него просто все прокачано. Ребят, это не ютубер. Ему гареная алмаза не дает. Он донатит свои деньги, и у него просто все прокачано. Здесь ты реально меня превзошел. Окей, идем в арсенал. Давайте, во-первых, посмотрим, сколько у него всего. 378! Что? Почти 400 скинов на оружие? Это почти на 100 больше, чем у меня. Он висенку баттерс с эпками забрал. Охренеть. 21 скин на АК. 20 скинов на АК. Вообще все есть. Титана у него нету. Зато у меня есть карта Титан. Блин, 6 скинов на Грозу, 14 на СКС, 7 на М249. Теперь я понимаю, почему ты назвал свой аккаунт злой донатер. Охрененно, братан. Это реально круто. На АУК один скин, к сожалению. Братик, почему ты не забрал скин, который давался на события с Кроносом? Там же реально охрененный был скин. Так, на ПП забрал он инкубатор. Последние два скина. На МП-5 у него 10 скинов. На ВСС 11 скинов. На МП-40. Блин, самый топовый, конечно, это Кобра. Я очень хочу прокачать ее на максимум. Но мне, сука, жалко денег. А, П-90. 7 скинов. Томсон 5 скинов. Вот этот охренительный забрал. Красавчик. Вот этот самый топовый скин. Тоже качал его на максимум. Красава. На Спас 12 скинов. На двустволку. У него есть 4 скина. У него здесь не хватает скина из события Ван Пачмана. Но зато у него есть вот этот вот северный. У меня северного, к сожалению, нет. На АВМ 8 скинов. На Кар 7 скинов. И на М8 у АБ 2 скина. Красавчик. У него 14 сковородок. Такие вот сковородочки. Я очень хотел его забрать. Но, блин, опять пожалел бабок. На Биту вот такие вот 9 скинов у него. На Катану. Тоже вот эта вот охренительная зеленая Катана. Я тоже ее забрал. Выглядит очень достойно. Я просто забрал все кулаки. Плакать хочется. У меня всего лишь один кулак. Из Ван Пачмана. Вот этот вот. 28 скинов на гранату у него есть. Такие вот интересненькие скиночки. И 19 скинов на стенку. По результату обзора в данной битве побеждает злой донатер. Со счетом 6-4. Его аккаунт оказался намного круче, чем аккаунт от Севгена. Так, друзья. Весь инвентарь злого донатера мы с вами только что посмотрели. Теперь давайте отправимся... Чего? Секунду. Что? Что ты творишь, чувак? Посмотрите на количество алмазов. Только что это количество было... Что? Что происходит? Оно прям на глазах растет. Ау! Только что было 60 тысяч алмазов. И когда этот ролик начал снимать, было 61 тысяча. Сейчас уже 79. Ау! Он просто хуярит прямо сейчас алмазы на свой аккаунт. 85! Что? Что ты творишь? Сейчас мы эти алмазы пойдем тратить, ребят. 91 тысяча! Чувак! Ты что делаешь? Ты что творишь? Я думал, я сейчас буду прокачивать его аккаунт на 60 тысяч алмазов. Но, по-моему, я сейчас на 100 тысяч алмазов буду прокачивать. Это жесть. Ладно, ребят, давайте, короче, прямо сейчас мы будем эти алмазики с вами тратить. Итак, у нас с вами есть... Я думал, 60 тысяч, но нет. У нас с вами есть... Что ты делаешь? Уже 97 тысяч алмазов. Только что 91 было. Ты что творишь? 103 тысячи! Что? Ты что творишь, братан? 103 тысячи алмазов! 110 тысяч! 116! Чувак, ты что творишь? Ты что творишь, братан? Харе, остановись! Я тебя прошу, остановись! 120! Ребят, у нас прямо сейчас с вами есть 120 тысяч алмазов на аккаунте. И мы сейчас пойдем прокачивать аккаунт злого донатера. Это пиздец. Итак, ребят, я отошел от эмоций. Прямо сейчас у нас с вами есть 122 тысячи алмазов, которые мы с вами можем потратить на все, что мы захотим. Внеплановая прокачка на 100к. Давайте начнем с тайного магазина. У него скидка 70%. У меня на секунду на блок 50! Один из самых, наверное, невезучих аккаунтов в этой игре. У меня скидки в тайных никогда больше 50 не бывают. Вот реально 56% последняя скидка. И никогда больше нет. У него 70. Как это работает? Мне нравится. Пшел нахер отсюда. На мужика собирать не будем, потому что он дается бесплатно, его можно обменять в обменнике. А вот эти вот лутбоксы, они ему не нужны, потому что у него все оружия вкачаны на максимум. А вот купончики давайте заберем. Вот здесь в данном обменнике за жетон FF вы можете забрать этот сет абсолютно бесплатно. Просто за вот эти вот купончики. У него, кстати, их тысяча штук. Охренеть. Окей, давайте попробуем забрать события. Начнем мы с вектора. А, вектора он забрал. Окей, понял, понимаю. Алмазный джекпот. Вот такой вот замечательный джекпот у нас. Давайте заберем. У него есть 120 купонов и 51 лаки. Давайте сразу 10. Бац. Ага. Давайте еще раз. Ага. И еще разулю. Отлично. На 73 лаки выпало ему. Я, если честно, почему-то думал, что на 100. Потому что у меня аккаунт, если честно, не особо везучий. У меня в большинстве случаев все вот эти топовые сеты падают на максимальное количество лаки. На 100. Забираем сразу же вот эти вот штучки. Оружейный джекпот у него тоже уже забран. 90 купонов в оружейном. Так, инкубатор. Он уже забрал два вот этих вот. И осталось вот эти вот два. Давайте сейчас ему заберем. У нас, смотрите, есть один камень и 21 чертеж. Это, получается, нам нужно еще с вами 7 камней, чтобы забрать вот эти вот два юбика. Давайте попробуем. У нас есть 14 купонов. Сначала попробуй потратить их. Нам надо 7 камней. Уже 22 чертежа. О! Чувак, чтоб ты понимал, я потратил 3000 алмазов. И мне не выпал ни один, сука, камень. А у тебя просто за 10 купонов сейчас сразу в одной попытке два камня падает. Как это работает? Хотя я тоже топовый донатер. Я очень много денег сюда влил. Но мне так не падает. Мне нравится. Пшел нахер отсюда. Так, уже есть три камня, остается нам 5 камней. Хуй себе! Понял. А теперь крутим уже за алмазы. Пробуем забрать. Сколько можно, Гарена? Ау, дайте мне, пожалуйста, камни. Мне камни нужны. Еще один! Пиздец. Что вы понимали, мы уже 5000 алмазов потратили на то, чтобы забрать елку. О, отлично. Еще два. Пожалуйста. Отлично. Камень упал. Камень у нас уже 7 камней. Еще один камушек нужен. А так, здесь мне сейчас поможет молитва отца Евгена. О, боги Гарены. О, боги Халявы. О, боги Рандома. Пожалуйста. Прошу вас, дайте мне по-братски один камень эволюции. Аминь. Перекрестились. А, и поехали. Да! Всегда работает молитва. Всегда вот просто. Помолился? Запоминайте, вырезайте этот момент. Помолился? И все. Фух! Ой, донатеры, если видишь этот ролик, сорян, братан. 7000 алмазов стоят вот эти твои пообмениваем. Первый и второй. Окей. Во, рюкзак. Ты забирал его? По-моему, у тебя его нет. Да, у него нет рюкзака. Поэтому давайте попробуем забрать рюкзачок. Первая попытка минус 50%. 39 алмазов сегодня. Окей. Поехали. Посмотрим, сколько алмазов понадобится для того, чтобы забрать. Так, первая попытка неудачная. У нас с вами 115 тысяч алмазов. Ну, почти 116. Окей, округлим. Поехали. Забираем рюкзак. Пробуем. Первый камень есть. Сразу же, просто мгновенно. Ага. Ага. И еще раз. Давайте пятый раз. И пойдем сейчас уже обменивать. Выбираем сразу все. Опять рюкзак выпал. Опять выбираем все. Три попытки. Ага. Забираем тут у нас инкубатор. Еще попыточки. Еще один камень есть. Отлично. Ага. Ага. Еще два раза. И идем обменивать. Так, еще один камень. Забираем камень. Кстати, надо было забрать камушек. И можно было, в принципе, идти выкрутить инкубатор. А, но что-то я, если честно, затупил. Тупанул. Совсем забыл про то, что здесь лежит камень. Но ничего, будет ему на следующий инкубатор. Когда следующий инкубатор выйдет, у него уже один камень будет. Нам остается два камня. Сейчас мы заберем бандану и рюкзачок. Ага. Еще разулю. Еще разулю. О! Отлично. Окей, подтверждаем. Забираем топовую бандану. Вот эту красненькую. Она прям реально... Секозно очень выглядит. Заберем ее. Так, давайте попробуем максимально сейчас вот это вот все использовать. Отлично. Просто отлично. Супер. У нас, смотрите, было 115 700 алмазов. Вот сейчас у нас 114 200. То есть мы потратили примерно на этот рюкзак 2000 алмазов. Я думаю, это не особо много для такого прикольного рюкзака. Я даже и не знаю, что ему тут еще можно забрать. Давайте попробуем из оружия. Что у него вообще есть из оружия? Это все у него есть. Это есть. Это... А, вот смотрите, вот такого авика у него нет. Можно попробовать забрать на самом деле. Для коллекции он прикольно на самом деле выглядит. Давайте попробуем забрать. Просто, пользуясь случаем, от отца Евгена сделанную такой подгон басяцкий. Сразу купим сейчас вот так вот на 500. Скидочка 420. Открываем. Ага. Ха-ха-ха-ха. Донатер. Просто, братик, не благодари. Рабочая тактика отца Евгена. Вот такой вот, кстати, вот граник еще вылетел. Давайте попробуем. Это топовый на самом деле скид. Такая же у нас тактика. 500 алмазов. Делаем скидку 100 и берем. Открываем. Ага. Ребят, это работает. Забираем еще один топовый. И сразу нам еще дают на П90, пацаны. Просто охренительная тактика от отца Евгена. Работает, пацаны. Я всегда так забираю скидок. Вот такой вот интересный видосик у нас с вами сегодня получился. Мы посмотрели аккаунт одного из самых топовых донатеров на СНГ регионе. Прямо сейчас он находится на 14 месте по количеству медалей. Напишите в комментариях обязательно свое мнение. Как вам этот аккаунт? Что вы о нем думаете? И вообще, хотите ли вы видеть подобные видеоролики на моем канале чаще? Предлагайте в комменты имена ютуберов, топовых донатеров, которых вы хотите увидеть в данной рубрике. Я буду на их аккаунты залетать, смотреть их, сравнивать с другими людьми и выдавать свой вердикт. И, конечно, параллельно, возможно, буду их прокачивать. Если такой формат видеороликов вам понравился, то обязательно поддержите его лайкосиком. Прожимайте пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписываюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok